МОЛДОВЫ Существуют самые разные психологические игры, каждая из которых направлена на решение определенной задачи. Игра позволяет увидеть свои сильные и слабые стороны, увидеть ресурсы, на которые можно опираться и осознать преграды на пути к достижению цели. Собрав воедино такую картину, игрок уже самостоятельно строит четкий пошаговый план по реализации желаемого и осуществляет конкретные шаги в своей реальной жизни. Бросается кубик. Есть фишки. Есть волшебные магические карты, которые помогают человеку потом в процессе игры что-то узнать, куда-то прийти, что-то познать. Человек бросает кубик на поле и игра начинается. Постепенно складывается такая атмосфера игровая, я называю особая энергия игры, которая и ведет человека. Когда человек приходит, даже скептически настроенный, я ему предлагаю просто поиграть. Это же всего лишь игра, и ничего вам за это не будет. Давайте сыграем. Бросайте кубик. Выполняйте задание, которое вам приходит. Посмотрите, что написано на карте, и сами решайте, насколько вам это нужно или нет. И очень часто бывает, что даже скептики периодически задают вопрос, откуда игра про меня знает. Потому что, как правило, человек выбирает имена, попадает на те клеточки поля с определенными заданиями, вытаскивает именно те карты, которые удивительным образом рассказывают ему вечно про него, про его жизнь, про его ситуацию. В этом и заключается магия игры. Опыт и знания, полученные в игре, необходимо унести с собой и использовать их уже в реальной жизни, сталкиваясь с реальными проблемами. Игра лишь моделирует реальные ситуации, включающие множество факторов и аспектов жизни. В процессе включаются и интеллект, и чувства. А опыт приобретается через действия игрока в самой игре. Существует много игр на данный момент, и каждая игра работает с определенной сферой вопросов. Есть игры, бизнес-игры, бизнес-формата, которые решают взаимодействие в команде, эффективность каждого участника команды. Например, можно назвать в этой игре империя магов. Игры, в которых решается вопрос взаимоотношения с деньгами, денежный поток. Игры универсального характера, в котором решаются разные вопросы. Например, игра-трансформация. Более подробную информацию о разновидностях психологических игр и времени их проведения можно найти на официальной странице Ассоциации арт-терапии и психологических игр Молдовы, которые вы видите на своих экранах. Каждый из нас в итоге стремится к общей цели – благополучия. Для кого-то оно заключается в любви, для кого-то в успешной карьере и тому подобном. Каким бы ни было ваше благополучие, само оно к вам не придет. Поэтому попробуйте сегодня сделать хотя бы шаг к нему навстречу. Продолжение следует...